Добро пожаловать в Warface, братишка! Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, а особенно джентльмены. С вами Мортед Рокутагин, а также капитан очевидность. Здорово, братцы! Красавчик! Хочу поздравить вас, братишки, с Днем Защитника Отечества. Пожелать вам физических и моральных сил. Оставаться всегда мужчинами. Всегда идти вперед. Проявлять должную настойчивость и гибкость ума. Ну и, конечно же, самого главного. Счастья и здоровья каждый день, всю вашу жизнь. Чтобы, засыпая и просыпаясь, вы чувствовали, что вы живете именно той жизнью, которой хотите жить. Ну а мы начинаем. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кинокомпания Подпивкович Гейминг представляет Мы-то еще понагибаем Или как сделать идеальный шутер для взрослой и не только взрослой аудитории Ну давай, Подпивкович, рассказывай, каким должен быть шутер для таких рукожопов, как ты Он должен быть более динамичным, более аркадным, нежели для таких рукожопов, как ты Итак, друзья, сегодня будем обсуждать, какой же шутер стоит выпускать для взрослой, возрастной, так сказать, аудитории Но, подчеркну, для того, чтобы выпустить действительно прибыльный шутер, надо выпускать его не только для взрослой аудитории, а для широкой аудитории Как говорится, и для пионера, и для пенсионера Именно так То есть шутан должен понравиться всем И молодежи, и взрослым дядькам за 30, и как бы кухарочкам, и кому бы то только ни было Начнем, так сказать, с самого первого, первоначального, того, что бросается в глаза Сразу скажу, речь идет именно об СНГ комьюнити, не зарубежном Там совершенно другая кухня, там у людей другие вкусы, другие привычки, поэтому их в расчет вообще не берем Берем именно СНГ, наше прекрасное отечество, да Итак, первоначально, графика и стиль И мы сразу посылаем лесам игры мультяшные При всех их красочности, при всем при том, что они многим вроде как нравятся И у нас когда-то зашел World of Warcraft, а потом, извините меня, зашел тот же Fortnite Ну, во-первых, отметаем RPG, потому что у нас шутер А среди шутеров Fortnite зашел в России намного-намного в СНГ хуже Вот просто намного хуже, нежели на Западе Неплохо, да, хорошо, но намного хуже, чем на Западе А тот же PUBG в СНГ зашел намного лучше, нежели на Западе Да, поэтому первым делом надо четко себе дать понять, так сказать, представить Что в СНГ надо делать шутан а-ля реализм Может быть недалекое будущее Но никаких летающих ранцев, никакой мультяшности, никаких гипербластеров Все четко Реальные модели оружия, может быть чуть-чуть из будущего Там модифицированные модули какие-то, улучшенные и так далее Соответственно, реалистичная более-менее графика И соответственно, более-менее какие-то, пусть и не совсем, но более-менее якобы реалистичные механики Вот это точно зайдет А еще особенно зайдет, если игра будет про спецназ Калибр не берем, это было очень глубокое недоразумение Но вообще, если ты говоришь, что наша игра будет про каких-то спецназовцев Или у нас в игре будут реальные модели оружия Там камуфляжи горка и чего только не будет То люди сразу, сука, текут слюной Они прямо вот на форумах лазят, все обсуждают То есть это сразу автоматический ажиотаж Вот этот псевдореализм, наши, блядь, ну просто, сука, без ума Европейцы бы, они более так разумно сказали Да? Главное, геймплей посмотрим А наши нет, наши Облизать вот это все, сука, внешнюю часть Это важно Ну, с упаковочкой понятно Давай к начиночке Во, 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 во И вот это самая больная тема Если в вопросах реализма наши разработчики все понимают прекрасно И поэтому давят именно на это Реалистичные модели оружия, у нас будет спецназ и так далее То вот по геймплею у них вообще, сука, что-то здесь не так Попытка сделать шутер а-ля танки Это, знаете, идея фикс, по-моему, многих разработчиков в СНГ Нарочито медленны, сука На уровне улитки шутан Персонажи больные все Хронической астмой И не могут пробежать дальше 20-30 метров В то же время даже такой жердяй, как я, может соточку пробежать нормально И только потом начнет уставать А еще эти персонажи вообще не умеют прыгать Они сука даже не могут спрыгнуть с препятствия высотой метра так полтора А то и меньше Псевдореализм рушится на глазах Когда пули летят по 3-4 штуки в голову А результата, сука, нет А еще в таких играх может не ваншотить снайперская винтовка в ту же самую голову Почему? Я скажу вам Потому что она уже сваншотила в голову разработчика Именно так, да Поэтому, ребята, этого быть не должно Шутер не должен быть, во-первых, слишком медленным Хотите сделать шутер для достаточно взрослых игроков Обратите внимание на популярность того же папка Особенно в момент выхода Как раз среди этой возрастной группы в СНГ А это говорит нам о том, что Те механики, та скорость, которая присутствует в PlayerUnknown's Battlegrounds Возрастным игрокам вполне заходит И я бы не сказал, что папка это совсем какая-то медленная игра Она может быть какая-то мундоматая и медленная Только из-за того, что там огромные карты, извините меня Во всяком случае, основная карта просто гигантская Но, сами передвижения персонажей Сама динамика вот эта вся Стрельба и так далее В папке вполне нормальная То же самое касается и стрельбы И тайм-ту-кила И повреждения в отдельной части тела Особенно в голову Это очень важно И почему-то именно это убивают разработчики Отсеивая не только молодую аудиторию Которые хотят, так сказать, гнуть за счёт скилла И за счёт своих рефлексов Но и взрослых людей Которые смотрят, что когда идёт 4 попадания в голову Они говорят Чуть ты вообще за детский сад И просто из этой игры нахрен уходят Кстати, должен заметить, что Вообще вот эти все вопросы Вот это на то, что давят разработчики И подпиткович такие игроки Ну вы знаете, да Человеку там 30 часто нет Поэтому там 29 лет Он такой уже с кружечкой как бы Кружечка в одной руке С пивком, мышкой в другой Он такой Я играю в шутеры для взрослых Где не тащат реакции Запомните, дорогие мои Реакция тащит абсолютно в любой игре Даже, сука, в шахматах Представьте себе Да, молодой организм куда лучше справляется В том числе и с умственной деятельностью А потому гроссмейстеры После определенного возраста Неизбежно уступают молодым От этого никуда не деться И если ваша игра будет самой медленной в мире Никакой разницы нет Все равно, кто быстрее реагирует И тот, кто лучше пользуется своей головой У кого она лучше варит В том числе в виду возраста Тот и будет тащить Да И это только с одной стороны А с другой стороны Это справедливо для какого-нибудь киберспорта Извините меня То есть на высочайших уровнях задротства А если говорить о чем-то более приземленном То я не понимаю, какая разница Будет на обычных пабликах играть человек, которому 20 лет Или тот человек, которому 40 У меня такие знакомые есть Извините меня В достаточно динамичном Warface Они чпокают все, что движется Тут скорее вопрос Сколько времени у вас есть играть И насколько вы хорошо понимаете игру Не более того Также могу заметить, что Есть до сих пор киберспортсмены Которым уже, как говорится По меркам киберспорта 100 лет в обед Они нагибают Например, в супер динамичном Quake Совсем недавно вновь чемпионом мира Стал практически мой ровесник Антонио Кулерс Синьгов Которому, кстати, сейчас 33 года Без проблем Так что, о чем вы говорите? Какие старики? Особенно те, кто себя уже причислил под Питковичем Ребята 25-30 лет Вы только начинаете жить Извините меня Тут важно понимать, что с возрастом Просто человек уже не хочет Слишком много этой движухи Также рабочий люд Который приходит с работы Садится за компьютером И действительно с пивасиком Спокойно проводит время Он как бы не очень воспринимает Когда все, сука, слишком быстро происходит Его ваншотит в голову сразу Человек падает И у него бомбит Он из этой игры выходит Идет в танки Там какой-нибудь калибр Ну, калибр вряд ли, но все-таки Поэтому первое Ориентироваться надо на тот же, скажем, PUBG Если вдруг разработчик сделать Хочет что-то более-менее динамичное Но чтобы заходила взрослая аудитория В принципе, можно ориентироваться на Warface Но бег еще сильнее замедлить Процентов, вот как 10% ботинки есть в Warface Вот это будет идеальная скорость Для шутана, рассчитанного в том числе На взрослую аудиторию То есть, как в Warface С ускорением ботинки в 10% Это очень комфортная Достаточно плавная скорость Что касается спецмувментов Какие-нибудь двойные прыжки Двойные какие-нибудь ускорения Слишком супербыстрые Там бывает Бывает в некоторых играх Просто спринт Как вот в Warface То там в колде А в некоторых, в том числе В новой колде Есть дабл спринт Слушай, что-то как гоночный балет Хуяк улетел Бля, потом иди ищи его Где-нибудь на другом континенте Те же подкаты Да, они классные на самом деле Некоторые там ноют О, подкаты туда-сюда Но почему-то вот в Апексе Никто на подкаты не ноет Они там еще больше Но все это дело Либо спецмувменты Надо исключать Если вы рассчитываете В том числе на взрослую аудиторию Либо как-то Скажем так Ограничить Это будет здраво Подожди, как ограничить? Тогда манкины Киберспортсмены Не будут играть Капитан очевидность Школьники не разбегутся Пойми Я сказал ограничить Понимаешь? Ограничить А не вообще все Полностью убить Ограничить будет идеально То есть, например В шутане действительно Можно оставить такой элемент Как подкат Ну почему нет? Это популярно Не только в Варфейсе Во многих шутах Да и не в Варфейсе Это появилось Собственно говоря Но надо сделать кулдаун Скажем Подкатываться можно Только раз там В 2-3 секунды Это будет разумно Это будет нравиться И молодежи Потому что подкатываться можно Это будет нормально Как говорится И старичкам Потому что не будет Слишком много движения Им тоже будет комфортно А раз в 2-3 секунды Подкатиться Это не так много То есть Дабы тех же попивасов Совсем не чпокали на ставке А также игроков Которые не имеют Большого опыта в шутерах Чтоб им было комфортно Чтоб они в этой игре остались Скажем Какие-нибудь подкаты Или похожие мувменты Надо ограничить Тем же кулдауном Чтоб это не было Раз за разом Никто не мог этим спамить А также кстати Неплохо бы Сделать не очень быстрые страйфы Чтобы нельзя было Слишком быстро мансовать Игра должна быть плавной А потому что Если будут мансовать Быстро влево-вправо То поверьте мне Игроки неопытные Будут очень быстро бомбить И уходить Все должно быть плавно Каждый должен иметь шанс На нагиб То же самое касается Хэдшотов Если вы рассчитываете На взрослую Попивковую аудиторию То пожалуй Все-таки ваншот В голову Это будет излишне С одной стороны С другой стороны Даже многие взрослые люди Все-таки не совсем рукожопы Например я И играть умеют Поэтому ситуация Когда стрельба в голову Почти ничем не отличается От стрельбы тела Это плохо И я считаю Я даже не считаю Я уверен на 100% Золотой середины Золотой Будет та ситуация Когда автоматическое оружие Аля штурмовые винтовки И пистолет-пулеметы Убивают в голову За два попадания Именно так Причем первое попадание Сносит большую часть КП Скажем 70-80 Или 90% Это с одной стороны Сделает для игроков По старшей Или менее опытных Более комфортной игру Вторым пунктом Идет у нас отсутствие Рандома Знаете лаки шот В голову И все А в третьих Скилловые пацаны Как взрослые Так и молодые Получат Такий свой Качественный нагиб Потому что Для скиллового Игрока Действительно скиллового Пульнуть две пульки В дыньку Проблем не составляет Поэтому Сохранится все Комфорт для одних Отсутствие рандома Для всех И соответственно Скилловые каточки Для вторых Очень и очень удобно И всем хорошо Ну и конечно же Снайперские винтовки Любые А также мощные Какие-нибудь револьверы В голову в ваншоте Должны априори Это понятно Таким образом Мы получаем Идеальный баланс Что касается Хэдшотов Хэдшоты есть Играть скиллозависимое С одной стороны С другой стороны Как бы нету Рандомности И далеко не каждый Сможет этот скилл Проявить Поэтому Как молодежи Будет классно Так и взрослым Игрокам Играть будет Намного комфортнее Нежели скажем Уорфейс Или какой-нибудь Контерстрайк С начинкой Разобрались А давай-ка теперь Самое главное Самое-самое Рокутаген Все-таки Фри-ту-плей Или Пэй-ту-вин Вот-вот-вот-вот Вопрос Который тоже Очень важен И разработчики В СНГ Точнее Даже не разработчики И разработчики Тоже Но и локализаторы Часто Они сука Это вообще Вот не могут Никак придумать Это все очевидно Оно лежит Просто на поверхности Но разработчики Прямо Долгаться в очи И этого не видят Что очень-очень Жаль У нас игры Четко распределяются Либо фри-ту-плей Либо сука Конкретный Пэй-ту-вин А сделать что-то Оптимальное Что вроде бы Как фри-ту-плей И тащить Действительно И нагибать всех Можно абсолютно Бесплатно С одной стороны А с другой стороны Задонатить Вроде как Хорошо И не только На визуал Но и немножко На нагиб Вопрос Как это сделать Рокутаген Придумал Именно так Во-первых Все оружие И снаряжение Даже самое нагибное Имбовое В игре должно получаться Путем именно Геймплея То есть Бесплатным способом Ускорить Этот процесс Может Конечно же Способ платный Конечно же бустеры Которые есть в любой игре VIP статус И всякие ускорители Поставок Опыта Хрен знает Денежных средств Внутриигровых Чего угодно Это норма Это неплохо И к этому в принципе Практически все уже привыкли Даже на западе К этому относятся Нормально Бесплатный проект Кины конечно платные Это тоже естественно И тоже естественно Во всем мире Но остается третий пункт То что наши игроки Не очень-то Любят платить за все это Многие любят Да они платят Но все-таки в СНГ Вот совсем Фри-ту-плей загибается Что делать? Ну так чтобы и не обидеть И такие деньги были разработчикам Очень просто Продавать на вооружение Так называемые Кастомизации Или их можно назвать Модификации Объясню на примере Warface Вот в Warface Есть такая замечательная пушка Type 97 Она за донат Но если бы Warface Развивался так Как я предлагаю То она бы была За внутриигровую валюту То есть за Warbucks То есть можно было бы Получить бесплатно Однако У этого самого Type Были бы Так называемые Кастомизации Или модификации За бабло реальное Из лутбоксов Ты можешь выбить Крутую кастомизацию На эту пушку И допустим Самыми крутыми Кастомизациями В игре Которая вдруг пойдет Как я предлагаю Должны быть Такие как Например Warface Type 97 За короны То есть Когда ты находишься В инвентаре Выбираешь Type У тебя конечно Как всегда Список скинов Которые ты можешь На этот Type поставить А еще ниже Идет тоже соответственно Специальная менюшка И там Выбор Модификации И вот ты себе Ставишь Коронную модификацию Ну называться А может по другому Она будет без кина Но в чем фишка Фишка в том Что модификация Имеет уникальные модули Уникальный пламегаситель Пара уникальных Крутых прицелов На выбор Уникальная рукоять Уникальный приклад И соответственно Вследствие этого И немного другой Более уникальный Внешний вид Ну и конечно же Куда без этого Для наших СМД игроков Повышенные характеристики Именно благодаря Этим модулям То есть по сути Ты выбиваешь Из коробок удачи Набор модулей Который вменяет Твою пушку внешне И немного Добавляет ей ТТХ Кто-то скажет Pay to win Но скажите честно Друзья Если обладатель Обычного Тайпа Встретит Обладателя Коронного Тайпа Можно ли сказать Что кто-то из них Будет явно сильнее Ни хрена подобного Но скажите честно Если бы в игре была Именно такая Система монетизации Вы бы выбивали Модификации Я бы точно выбивал Казалось бы Вроде да Немного Но приятно Ты знаешь Что это более нагибное Да и прицельчик-то Который Уникальный За донат Зумит Пусть чуть-чуть Но быстрее И играется Соответственно Комфортнее Именно таким путем Можно прийти к тому Что с одной стороны Игра действительно Фри-ту-плей Но нет у тебя Особо денег Ну можешь вообще Не донатить Или донатить Только на випку И не будут тебя гнуть Донатеры Не будут Потому что их модификации Чуть-чуть там процентов На 10 сильнее Чем твой ствол Это с одной стороны А с другой стороны Такая система модификации Куда прибыльнее будет Для разработчика И такая игра Точно Не помрёт Да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok